Административная комиссия Полевского городского округа. Ее заседания проводятся еженедельно. Каждое заседание – это отдельная история, оформленная в протокол и дополненная фотоотчетами. Вот, к примеру, первый приглашенный на сегодняшнюю комиссию – это герой-автолюбитель, который приехал в гости к родственникам, припарковал своего железного коня. Не на автостоянке около дома, а на газонине перед входом в подъезд. А это уже противоречит правилам, принятым и утвержденным на территории Полевского городского округа. Данный факт по обращению бдительных жильцов дома номер 30 по улице Степана Разина был зафиксирован. В протоколу предлагается фотография, объяснение. По поводу своей парковки возле дома номер 30 по улице Степана Разина, подъезд 2, могу пояснить. Автомобиль был припаркован 7 июля в 15.30 на данном месте, так как остальные парковочные места были заняты. По левчанину, припарковавшему на газоне, объясняют, что отсутствие мест на организованной стоянке не дает ему право выезжать на бордюр. А также доводят до сведения, что согласно закона об административных правонарушениях, данное действие влечет за собой штраф от 3 до 5 тысяч рублей. В данном же случае, приняв во внимание осознание вины, решением большинства приходят к минимальной сумме взыскания. А вот следующие гражданки, приглашенные на заседание по поводу выбрасывания строительного мусора во дворе многоквартирного дома, штрафа будет явно мало. Здесь нужно устранять проблемы воспитания, считают собравшиеся. По факту устного обращения в администрацию Полевского городского округа, жители города Полевского, 26 июня в 7 часов 51 минут, было проведено обследование территории, прилегающей к дому номер 13, улице Карла Маркса города Полевского. На момент проведения обследования на указанной территории был выявлен факт складирования строительного мусора. Фотографический материал прилагается. При опросе свидетелей выяснилось, что данный строительный мусор принадлежит жителю дома номер 13, улице Карла Маркса города. Выслушав всех членов административной комиссии, девушка признала, что мусор ее, но не согласна с наказанием и начинает оскорблять участников собрания. Она ярко выражает недовольство по поводу того, что ее привлекают к ответственности за содеянное. Говорит, что это далеко не единственное, кто выбрасывает так мусор. А значит и платить штраф в 5000 рублей она тоже не будет. Тогда ее предупреждают уже о другой ответственности. В течение 10 дней со дня получения постановления вы имеете право вводить в жалую суде. Через 10 дней постановление уступает с информной силой. Вы обязаны заплатить штраф в течение 60 дней. То есть в течение 70 дней со дня получения постановления необходимо платить штраф. Иначе постановление назначения административного штрафа будет направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения постановления. Еще один протокол рассматривали в отсутствии гражданки, в отношении которой он составлен. Дело опять-таки касается парковки транспортных средств на пешеходной дорожке. Я оставила машину потому, что не было места на парковке ненадолго, чтобы забрать коробки с вещами, так как я переезжаю на другой адрес проживания. Данный факт является единственным нарушением в неустановленных местах автомобильных парковок. Итог – штраф 3000 рублей. И повод задуматься, а стоит ли оставлять свои автомобили на детских площадках, газонах и выбрасывать мусор к фонарному столбу. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.